Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Мама Лизы Полыгаловой в прямом эфире Instagram сообщила, что её дочь возвращается на проект в Москву лишь 15 апреля. Она улетела домой по семейным обстоятельствам. Маша Кахно пообщалась с подписчиками в прямом эфире. Многие писали ей, что она алкоголичка. Мама Маши не выдержала и прокричала у неё за спиной, почему ты молчишь, дочка, что ты вообще не пьёшь. Как вы помните, Валера Блюмингранц и Тата Абрамсон подали заявление в ЗАГС. Стала известна дата свадьбы, она состоится 3 мая. После недавних эфиров стало известно, что не устроила Сашу Черно и Иосифа Аганесяна друг в друге после первой ночи любви. Иосифу не понравилось, как Саша целуется. Он считает, что её губы должны быть сверху, а не наоборот. Ну а Саша испугалась того, что мужское достоинство Иосифа гораздо больше, чем она думала. Никита Кузнецов рассказал о своём открытии. После того, как он вступил с Дариной Маркиной в тесный контакт, она ему раскрылась и оказалось, что она очень интересная девушка. У неё богатый внутренний мир, у неё развита фантазия, с ней весело проводить время. Никита же изначально считал её посредственной. Кузнецов не торопит Дарину с волшебством и готов ждать сколько угодно. Вика Комиссарова попросила прощения у Оксаны Яковлевой, приёмной мамы Антона Шоки. «Мы были на эмоциях», – пишет Вика, – наговорили друг другу «Всякую чушь». «Я прошу извинить меня». Ольга Бузова завершила съёмки своего нового клипа в Сочи. Директор Бузовой пишет о съёмках. «Масечка Бузова всё выдержала, она просто умничка». На днях Оле Ветер исполнилось 24 года. Глеб Жемчугов поздравил бывшую жену, он жалеет, что потерял её. «Дорогая моя Оля, с днём рождения», – пишет он. «Продолжаю думать, что ты мой подарок судьбы». И да, локоточки покусал свои уже не раз. На проект пришла Вера Курочка, шеф-редактор журнала «Дом-2». Срок её пребывания на проекте зависит от того, как у неё сложатся отношения с Петром Шепелем. Девушка говорит, что в Петре ей нравится то, что на него можно положиться. Недавно Майя Донцова объявляла кастинг, но парня она себя так и не нашла. Девушка грустит в одиночестве, веселится с друзьями. Марина Африкантова, которая недавно приехала на остров любви, нашла себе новую подружку Леру Фрост. «Все вечеринки будут наши», – пишет Марина. У Кости Иванова новый бизнес. Он намерен продавать владивостокские морепродукты. Посмотрим, как быстро он забудет об этом своём начинании. Бывшая проектная девушка Ильи Ябарова поделилась не самыми радужными новостями о своём здоровье. Опухоль оказалась более обширной, чем думали сначала. Она задела не только грудь, но и часть правого лёгкого. Кроме этого, на УЗИ нашли ещё одну опухоль в печени. «Я не курю, не бухарик, веду обычный нормальный образ жизни. Помирать я не собираюсь сто процентов», – пишет девушка. Алиана Устиненко ответила на вопросы подписчиков о том, что она будет делать, если свекровь Ольга Васильевна всё-таки приедет к ним в Москву. Она ведь имеет право приехать в гости к сыну. Алиана к этому готова. Если Ольга Васильевна окажется в Москве, то она сразу же вместе с Робертом отправится в отпуск в жаркую страну. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.